Ученые бьют тревогу. Такой заголовочный комплекс часто встречается как на страницах желтых изданий, так и регулярных интернет-СМИ, информационных агентств. А кинематограф то и дело балует зрителя не только возможностью поесть попкорна, но и лишний раз убедиться, что уж у нас такого точно не будет. Впрочем, и в реальном мире катастрофы случаются с незавидной регулярностью, и некоторые из них не только влияют на жизнь и быть человека, но зачастую им же и спровоцированы. Речь, конечно же, о катастрофах экологических. Высыхание Аральского моря, взрыв нефтяной платформы Deepwater в Мексиканском заливе, Чернобыльская АЭС. Этот список можно озвучивать долго. Вскоре, уверены приморские ученые, в расстрельный лист может попасть и Приморье сразу по ряду причин. Некоторые из них сегодня обсудили специалисты Дальневосточного отделения Российской академии наук в эфире Радио Лема. Приехали с находки, как всегда, значит, вот, ну вы знаете, какие там проблемы с угольной пылью. Потом с Лукьяновки, Анисимовки жители приехали. Там вырубается лес под какие-нибудь... Да, вырубается лес. Видный ученый Владимир Раков рассказывает об этом не просто так. На прошлой неделе он участвовал в заседании экологической общественности, где и были озвучены, к слову, далеко не в первый раз многие из терзающих Приморье проблем экологии. По итогам обсуждения у научных сотрудников, как они сами говорят, не прибавилось оптимизма. Что касается вышеозвученной проблемы угольных терминалов находки. Здесь исследователь дал однозначную оценку. Конечно же, если хотите сохранить здоровье детей, своего будущего поколения и хотите нормально жить, нужно уезжать с находки, пока, значит, порт работает судно. Такой громкий вердикт эксперта остался незамеченным. На фоне визита в находку министра транспорта России Максима Соколова. Управленец открыл новый железнодорожный парк, предназначенный для распределения угля с комплекса Восточного порта, деятельность которого и оценили спикеры в эфире «Леммы». Он является одним из крупнейших российских угольных специализированных терминалов. Открытие этого парка позволит довести его мощность по перевалке до 40 миллионов тонн, что, конечно, будет весомым вкладом в развитие экспорта угольной составляющей. Как всегда, перспективные бизнес-модели не всегда идут нога в ногу с мнением ученых, всю жизнь изучающих природу. При таких объемах угля, которые переваливаются в порту, должна быть санитарно-защитная зона шириной один километр. На деле это означает, что минимум тысяча метров вокруг порта не должны быть обитаемыми. Причем это касается не только врангеля и находки. Достаточно вспомнить рыбный порт на полуострове Чуркин и многие другие подобные объекты. Там жилые дома соседствуют с потенциальным источником силикатных болезней, дыхательных путей и ряда других неприятностей. Причем не только для человека, но и окружающей среды. А вот будут ли выполнены поручения федеральной власти обеспечить чистый воздух для жителей находки уже к следующей зиме, покажет время. Евгений Черомухин, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом.